Радио Спутник Антон Юрьевич, здравствуйте Антон Юрьевич, а какова юридическая, если так можно сказать практика расследования подобного рода преступлений когда пытаются и крадут данные малых предприятий, ну или вообще предприятий бизнеса, когда вот эти программы внедряют вымогатели, в общем люди отдают деньги, чтобы восстановить работу своих предприятий. Она есть в России, эта практика? Ну, практика-то, конечно, есть просто она не очень популярна, потому что данная категория дел, она достаточно сложна в доказывании в российский суд принести все эти доказательства и пытаться объяснить без эксперта, как и что было похищено, когда, допустим это имущество невозможно потрогать или приобщить фотографию этого имущества к делу достаточно сложно, поэтому это связано с самим объектом, который похищается да, это либо информация, либо деньги. Деньги у нас еще как бы привычно отслеживают, куда они делись, но если они, конечно, не ушли в какую-нибудь криптовалюту, это еще как бы реально отследить. А если это информация, здесь, конечно, сложнее, потому что ценность информации оценить и оценить реальный ущерб, который был нанесен в результате какой-либо атаки, достаточно сложно. А вот мы как раз просто общались. Размер ущерба зависит от размера ответственности. Ну, понятно, мы просто общались как раз с Олегом Скулкиным, и он говорит, что в криптовалюту, в общем, эти мошенники уводят. И невозможно потом и вообще сложно найти, да. И я вот уже упомянул, что и взятки берут в криптовалютах, и там даже около некоторых ведомств якобы криптофермы есть. Конечно. Да, но тем не менее, вот все-таки правоохранительные органы как-то обращают внимание на такую активность мошенников. Или раз сложно, то как бы особо и не пытаются решить проблему. Именно, да, по линии криптовалюты, да, потому что же очевидно, что это становится, ну, трендом не только у тех, кто хочет заработать денег, но и тех, кто хочет их украсть или отнять, или как-то выманить. Но, к сожалению, у нас в отношении криптовалюты вообще по регулированию не самая хорошая, потому что, как бы однозначно сказать, что такое криптовалюта достаточно сложно. Вот. Что это за ценность? Как ее, как с ней, ну, в правовом плане работать с этой криптовалютой. Поэтому здесь, как бы, это лазейку, скорее всего, и используют. Но эту криптовалюту используют и для ухода от налогообложения. Допустим, брокерские компании валюту покупают за границей доходовую криптовалюту. И, как бы, наше российское государство об этом никогда не узнает. Ну, понятно. Но тут явно что-то надо дорабатывать. А вот вы говорите, ну, если не о криптовалюте, а в целом о такого рода, там, уголовных делах и о судебных процессах, связанных с мошенничеством, вот такого рода кибермошенничеством. Вы говорите, надо эксперта иметь. А что мешает в суд прийти с экспертом, да, который все это разъяснит? Вот как эта практика выстроена? Ну, обычно так и делается. То есть, приводится эксперт, который, ну, видимо... Эксперт в области кибербезопасности, я правильно понимаю? То есть, мы ищем адвоката и такого эксперта. А вот мне, допустим, повезло. Я, на самом деле, в плане компьютеров достаточно глубоко в эту тему зашел, поскольку я 25 лет пользуюсь интернетом, еще и сейчас являюсь студентом университета искусственного интеллекта, который в Российской Федерации создан. Поэтому мы сейчас говорим просто о программном обеспечении. Ближайшие 10 лет мы войдем в искусственную интеллекту, и там будет еще веселее. У нас в стране ведь ситуация феноменальна. У нас лучшие в мире программисты, которые получают меньше всего в мире денег. Ну, в мире, зато в стране они получают по сравнению с другими... Ну, это говорит о том, что все остальные получают совсем копейки. Мало, да, но программисты получают много по сравнению с остальными. Плюс ко всему уровень образования пользователя, среднего пользователя, который у нас есть, он достаточно невысок. Я уверен, что в 70% случаев можно контору, ну, скажем так, взломать просто по телефону, попросив пользователя помочь в службе сервиса настроить принт и запустить определенное приложение из интернета. Антон Юрьевич, ага. Попытно. У нас просто, как бы, люди, в принципе, используют технологии, которые до конца не понимают. Это наша, ну, большая проблема, на самом деле, потому что мы дали эти технологии, но что за ними следует? Вот, у нас уровень безопасности в среднем офисе, каждый пользователь сидит с правами администратора и может устанавливать все, что угодно. Но нет информационной грамотности. У нас не так. Вот у нас не так. У нас не так. У нас не установлено. Ну, хотите, проверим. Нет, давайте. Ой, Антон Юрьевич, да, в следующий раз как-нибудь. Антон Юрьевич. А вот по поводу, ну, то, что нужно адвоката-эксперт, эксперт-эксперта, понятно. По поводу адвоката у меня вопрос. Вы сами сказали, что не так много юристов, кто в этой, как бы, сфере разбирается именно в этой, вот, и далеко не все учатся, как вы, в университете для того, чтобы повысить квалификацию в этой области. Как адвоката в этом плане выбрать, чтобы он действительно в этом разбирался и был какой-то толк от его работы? Ну, знаете, если вы сами не сильно разбираетесь в компьютерах... Ну, я и не пойму, какой адвокат. Это точно серьезная проблема будет, но... Нет, ну, понимаете, все же по-разному разбираются в компьютерах, мы вроде бы все разбираемся, а мошенники-то разбираются лучше нас, и вот то, что... Ну, чуть получше. Ну, конечно. Чуть-чуть, так, как вы скромно. Антон Юрьевич, скажите, пожалуйста, сейчас мы вас еще чуть попозже о страховании спросим, от этих рисков, оно тоже набирает популярность. А мне вот в связи с тем, что вы про искусственный интеллект упомянули и про университет, вот какой вопрос интересен, но есть люди, которые считают, что вообще суды, да, и судебные процессы судей надо заменить искусственным интеллектом, особенно в Российской Федерации, по любым делам, и по кибермошенничеству, и по чему угодно, да, потому что это исключит возможность телефонного права и всяческих злоупотреблений, да, коррупции, коррупции. Вы сторонник этой идеи или нет? Она достаточно революционно звучит, конечно, что-то в ней есть привлекательное, но что-то пугает. На текущем уровне развития неродных сетей, мне кажется, это маловероятно, потому что фактически может делаться анализ принятых решений, но чтобы самостоятельно делать выводы, исходя из законодательства, тем более... А вот анализ принятых решений, Антон Юрьевич, анализ принятых решений, это же интереснейшая сфера, мне кажется, нет? Ну, естественно, нет, машины быстрее в состоянии принимать решения, и думаю, что точнее, чем люди, потому что... Нет, я имею в виду, Антон Юрьевич, извините, что перебиваю, я имею в виду анализ искусственным интеллектом принятых судьями, живыми людьми решений, да, насколько эти решения объективны, вот я о чем. Нет, ну машины есть, понимаете, машины как думают? Ей сначала готовят образцы, а потом она сравнительным анализом, грубо говоря, приходит к своим, собственно, выводам. Соответственно, если предоставлены образцы, они исключительно верные, естественно, имея такой, ну, датасет, искусственный интеллект будет верно думать. Но тут вопрос, кто формирует эту базу правильных решений? Ну да. Скажите, пожалуйста... Правильная ли сама база? Ну да, в общем, все не так просто, как хотелось бы. Да вообще, все непросто в этой области. Все непросто. Ну, смотрите, действительно, вот IT-технологии все шире используются, и, естественно, растет опасность кибератака и мошенничества цифрового. Ну и, в общем, по статистике, на киберстрахование резко спрос в этом году вырос, да? Ну, понятно, что если там в абсолютных цифрах, может быть, это не миллионы, так сказать, подписанных соглашений, но, тем не менее, действительно идет серьезный рост. Вот, как вы считаете, страхование от киберугроз, как может выглядеть, и насколько это рабочий механизм? Ну, безусловно, это рабочий механизм для покрытия бизнесу рисков. Безусловно, это интересный механизм для людей, которые будут совершать эти преступления, поскольку люди будут расставаться с деньгами проще, потому что их риски застрахованы. То есть это понравится всем сторонам, участникам этого процесса, за исключением страховых компаний, которые будут нести, ну, в общем, расходы по этим выплатам. С другой стороны, страховая компания может же тоже оценить безопасность и уровень возникновения страхового риска в компании. Да, если компания открыта, там, заходи, бери, что хочешь, в том числе через интернет, естественно, страховка такая будет дороже. Дороже, да. Но мне кажется, что вот все эти случаи, когда становятся заложниками информации компании, они очень быстро бы решались, если бы люди делали бэкапы, да, то есть информация, которая рискованная, хранили бы просто резервную копию. Ну, понятно. Допустим, в офисе мы можем в чистом поле начать работать при наличии интернета и компьютера, ну, за два часа и без потери какой-то комфорта. А не получится ли так, да, что если будут страховые продукты, и люди будут страховки покупать, то они перестанут беспокоиться о безопасности своей, о кибербезопасности? Ну, будут рассуждать, что все равно страховая погасит? Ну, есть еще один способ, когда они сами начнут себя взламывать, чтобы получить страховку. А, или так, да, кстати, да, это такое, так сказать... Страховые мошенничества, это тема популярна не только в компьютерной сфере. Как же этого, да, так сказать, избежать страховым компаниям? Они же наверняка что-то начнут придумывать. Ну, страховые компании для проверки всех этих ситуаций тоже должны быть свои эксперты. Те же самые люди, которые ломают сети, могут вполне проверять сети на безопасность. Это, кстати, один из способов легальной работы для программистов, которых мы выпускаем каждый год. Ведь у нас ЛТИ и ТМО сильнейшие университеты, которые готовят программистов, и все Олимпиады победители из этих вузов. В общем, везде должны быть профессионалы своего дела. Антон Юрьевич, спасибо большое. Антон Лебедев, адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, был с нами на связи, говорили про мошенников, которые, мне кажется, вообще... Да, можно напоследок одну цифру добавить. Сбербанк страхования, значит, вот нарастил количество соглашений такого рода в три с половиной раза, да, вот покупку полисов по киберстрахованию. Так что процесс идет. Субтитры создавал DimaTorzok